Я хотел бы поблагодарить организаторов сегодняшнего круглого стола, Олег Днестрович, поблагодарить вас, что вы поддержали этот круглый стол, что Центр стратегических исследований поддержал. И, в принципе, Центр стратегических исследований, мне кажется, он делает все возможное, чтобы дать даже с учетом тех не совсем корректных цифр, которые они получают, а статистики в целом, я думаю, правильные выводы и правильное направление, куда мы идем, делаются выводы. Но, к сожалению, вашими трудами почему-то не пользуются, непонятно почему, почему не руководствуются документами, которые выдаются. Вот недавно уважаемая Хатона выступала, я даже, чтобы не перепутать, вот фразу хочу вашу сказать, значит, базовым легитимным документом современной экономической политики государства является план стратегического развития. Мы можем утверждать, что он сегодня является легитимным базовым документом, которым руководствуется, или просто это документ для полки? Нет, документ не используется, но он фактически остается легитимным. Он легитимный, но которым не пользуется, понимаете? Поэтому, честно говоря, непонятно, почему мы пользуемся, даем, как-то мы даже, я надеюсь, понимаете, что мы понимали, вообще вы вначале сказали слово коллеги. Коллеги по латыни корень означает «вместе собравшие», но на идише коллеги имеют корень «конфликтующие». Это говорит о том, что не люди, которые здравые, которые имеют разные мнения, которые рассуждают, обсуждают какую-то проблему. Но если я даже буду некорректен, я хочу заранее извиниться. Мы все вас уважаем, это знаем, но вы понимаете, как если бюджетные деньги используются структурой, результатом которой не пользуется государство, это формулируется как коррупция. Я не хочу вас назвать аскорбитом, но это формулировка такая, к сожалению. Поэтому мы видим очень четкий анализ, мы, честно говоря, пользуемся вашими цифрами, руководствуемся, но почему-то они остаются только, но вот это очень обидно и жаль, что и потенциал вашей структуры не используется абсолютно, и никто как бы не обращает на это внимания. То, что касается НДС, понимаете, вот у нас существует мнение, и как бы фон такой был, как бы защита собственного предпринимателя. Но когда у нас нет своего предпринимателя, как мы можем его защитить? Есть ли у нас вообще собственный производитель? В какой области есть у нас собственный производитель и какое производство мы имеем? Если наша потребительская корзина на 98% пополняется из импортной продукции, начиная с сельхозпродукции. Вообще о состоянии любой структуры, любой отрасли не обязательно цифры какие-то говорить. Вот недостаточно того, что мы в Абхазии сегодня, они говорят, что мы импортируем кукурузу порядка 4 миллиона тонн и других, мы импортируем сено. Вот результат работы сельского хозяйства, вот оно показатель всего, понимаете? Когда НДС, вот я еще раз повторяюсь, у нас были пошлины. Пошлины были мягкие, такие вот в пределах от 2 до 4%. Ну бизнес выплачивал эти пошлины в связи с тем, что договор был составлен, это между Россией и Абхазией, чтобы об отмене пошлины, ну применили НДС. НДС это уже стало 10-13%, понимаете? Это такой резкий рост, ну для любого бизнеса это серьезная нагрузка. Потом я еще раз повторяюсь, понимаете, казалось бы, зачем бизнесменам или предпринимателям беспокоиться, когда плательщиком НДС является конечный покупатель, он в итоге это, НДС возмещается. Но любой бизнесмен, любой предприниматель знает потенциал покупательной способности населения. Они чувствуют, что покупательная способность падает, и поэтому НДС, вот как Хатуна до этого сказал, он больше играет, чем позитивную, негативную роль. Но нас никто не слышит, упорно никто не слышит, понимаете? У нас вот такое впечатление создается, что предпринимательское сообщество и правительство рабов живут в параллельных мирах. Друг друга не слышат, друг друга не слышат. Такого отношения вообще к бизнесу, вот такого никогда не было. Вы понимаете, вообще всегда к бизнесу относились негативно, потому что это все-таки еще советская остаточная форма отношений. Бизнесмены эти считались, значит, как бы чуть ли не цеховики, которыми сегодняшний бизнесмен нельзя сравнивать с цеховиком или с советским каким-то предпринимателем теневыми. Сегодня люди, которые рискуют, придут на кредитные ресурсы, у которых возникает... Понимаете, самая большая у нас проблема в нашем государстве, я считаю, что государство, которое не ценит работодателя, никогда не будет экономического развития. У нас, когда не ценится рабочее место, создатели рабочих мест, это абсолютный показатель, которого никого не интересует. Вот кто-нибудь знает, сколько у нас рабочих мест и сколько должно быть? Какая-нибудь корректная цифра существует? Я еще раз повторяюсь, я как-то говорил, что вообще, когда рассматривают макроэкономический показатель любого развитого государства, на первом месте стоит структура занятости населения. Это экономический показатель, как экономика воздействует конкретно на каждого человека, если он занят. На втором месте стоит личный доход. На третьем месте уже объем валовой продукции, а на четвертом месте ВВП, которым все какая-то... Даже мне понравилось, недавно Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, вообще, говорит, этот показатель имеет смысл отменить, потому что оно не отражает экономическую реальность. Он, наверное, адекватно реагирует, а цифра какая-то непонятная. И даже прозвучала фраза, что бизнес, значит, налоговую нагрузку надо уменьшить для развития экономики. А у нас стабильно железобетонно держится. Одно решение принято, ее невозможно вообще как-то вот поменять. Ну, не бывает абсолютно правильных решений, не бывает абсолютно неправильных решений, но всегда надо координировать, смотреть, мониторить, какая реакция. Знаете, вот так вот, если утверждать, что это, как нам сказали, ну, говорите, говорите, принятое решение не будет меняться. Насколько это правильный подход, насколько это эффективный подход. Вот сегодня мы говорим везде приоритет, все говорят, да, приоритет у нас сельское хозяйство. Вы знаете, какая проблема у нас с болезнями, да, которые возникли, инфекционные заболевания, их масса проблем очень много. Но если ты завозишь препараты против этих инфекционных заболеваний, понимаете, вы должны заплатить, вот я посчитал не только то, что удивительно, НДС это понятно, да, там сборы понятно, но еще пошлины надо заплатить. В итоге получается с оборота 14-66%. Мы что, этим хотим поддержать сельхозпроизводитель или наоборот запретить ввоз этих лекарств, чтобы эта болезнь развивалась? То же самое по минеральным и другим удобрениям. Мы не можем добиться того, что если мы говорим о приоритете сельского хозяйства, давайте поддержать его. Вот в прошлом году, вы знаете, какая проблема у нас была с фундуком, я не буду сейчас повторять о значении для восточного региона, что это такое, какое социальное, все знают. На нашей площадке эксперименты проводили международные организации, да, мониторили, как клоп, какой ущерб наносит и так далее. Ну, когда они увидели действительно, что 98% урожая пришло в негодность, там были представители всех европейских государств, там Индия, Непал, Италия, это даже Финляндия и так далее. Человек 12-15 там было представители разных государств. Они мне говорят, у вас ущерб большой, наверное, вам государство выделит субсидии, я говорю, у нас нет субсидии. Но есть страховки, я говорю, у нас нет страховки. А какая у вас помощь? Я говорю, у нас пошлины на вывоз нашей продукции. Вот какая помощь от нашего государства. Такого подхода, понимаете, мы лукавим, когда мы говорим, хотим поддержать. Я сейчас не хочу говорить, что такое сельское хозяйство, какое значение каждый крестьянин вообще. Что это самый почетный, уважаемый человек в Европе. Там даже в Европе, чтобы выйти замуж за фермера, там конкурс на одно место 20 человек и так далее. Настолько государство опекает, поднимает. А у нас, наоборот, мы хотим этого производителя задавить, и результат налицо. Вы посмотрите, какое состояние у нас все, какое экономическое положение у людей. А сегодня оно не в состоянии, понимаете, человек, который в прошлом году абсолютно обанкротился, мы требуем от него, чтобы он провел агротехнику, вылечил по всем нормам. У него нет средств. Поддержки хотя бы, и то очень сложно, все очень сложно делается. Мне непонятно, например, почему, скажем, если министру по налогам и сборам подчиняются по вертикали все структуры, да, районные, там, городские и так далее. Министру внутренних дел подчиняются все структуры. Министру финансов вообще подчиняются все Абхазии. А вот министру сельского хозяйства никто не подчиняется. Только аппарат управления и все. Подытоживаю, что я хочу сказать, понимаете, как при таком подходе, если вот здесь вот цифры показывают, да, на каком-то этапе НДС он собирался, но если посмотреть, общий анализ делает, я вас уверяю, что поступления в бюджет уменьшились. Вот даже пока не показательно, что за два года у нас, если на 600 миллионов падения, а предыдущие два года было на 2 миллиарда с чем-то рост. Но это не показатель. Дальше о чем говорить? Продолжение следует...